Приветствую вас дорогие друзья! Вы снова с нами на проспекте весна. Согласитесь, это время года самое любимое многими нашими телезрителями и даже такая погода как сегодня не может не радовать. Например, я сегодня для себя открыла свой личный походный сезон, сварила наваристый суп и прямо сейчас отправилась гулять со своими подругами и собаками. А об отпуске подумаю чуточку позже. Согласитесь, собака в доме это счастье. И среди многочисленных пород хотелось бы отметить японскую Акитуину. Здравствуйте, Ирина, Катя, Сардана. Мы знаем, что порода известная нам как хатика, очень модная нынче в сезоне. Такая порода есть у Путина. Скажите, чем привлекла вас эта порода? Они же такие плюшенькие, плюшенькие. Я вообще приобрела, можно сказать, собачку месяц назад. Им вот три месяца сейчас. Они родились 1 января. Ну, порода очень такая спокойная, они гордые, они очень к детям хорошо относятся. То есть они как бы символизируют, что все-таки это японская порода, да, японская? Да, очень спокойные по характеру. Не бегают, не прыгают. Ой, такие классные. Труден ли уход за такими вот собачками, за такой породой? Ну, я бы не сказала, что такой трудный. Ну, как бы, но все равно собака, все равно ответственность, да, большая. Поэтому надо обязательно гулять, если в квартире. Каждое утро, каждый вечер по возможности и днем можно гулять. Ну и кормить надо, соответственно, тоже. Она потому что очень аллергичный, наоборот. Поэтому кормить сухим кормом мы кормим и натуральную пищу тоже как бы совмещаем, да. То есть мясо, кашу, наверное. Все здоровое питание. Например, я сама тоже ем. Вот то же самое, что и Айка, моя собака. Катя, скажи, пожалуйста, вот сколько сейчас лет или месяцев, да, правильно, как сказать, Аризу и Айку, он знает, что, наверное, да? Им сейчас три месяца, да? Они часто должны гулять в этом возрасте? Да. Айку, а сидеть, сидеть. Они ходят, гуляют часто, да? Они вот подаются дрессировке легко или сложно? Что они, может быть, уже умеют? Команду? Да. Или пока еще рано? Сидеть, лежать. Они слушаются, да? Три команды знают пока. Сидеть, лежать, да? Сидеть, лежать, ага, и место. А вообще вот в будущем, что бы вы хотели бы добиться от своих собак, чтобы они что делали? Ну, в дальнейшем я вот планирую постоянно участвовать, ну, вот, на выставках, да. Ну, то есть родители этой собаки, ну, то есть привозные, это очень хороший, ну, из хорошего потомника, да, очень известного вот в России, в СНГ, они, ну, занимаются именно вот разведением таких пород. Ну, вообще вот хотелось бы, конечно, выставочную собаку. Ну, это собака для охраны, или это охотничья, или компаньон. Для души. Для души, да? Ну, вообще говорят, что она охотничья, надо попробовать, наверное, тоже. Наверное, стоит попробовать. В деревне, да. В деревне, да. В деревне, да. А в квартире сложно ли держать такую вот породу? В квартире, ну, я бы не сказала, что так сложно, просто надо ухаживать, соответственно, и гулять. И, ну, они дома не писают, дома не какают, сказать. То есть все время только на улице, да? Да, она очень воспитанная собака. Ага. И вот как вот вы учите ее сами, да, вот дрессируете или вот ходите куда-то вот к опытному человеку, да? Пока сами. Пока сами, а потом будем ходить. И довольно мы соревнования. Можно ли вот сейчас вот нам что-то показать, да, что они умеют? Я могу показать, наверное? Да. Сейчас. Так. Айка, ко мне, ко мне, ко мне. Сидеть, сидеть. Молодец. Вы чем-то их подкармливаете, да? Да. Поощрение это называется. Это поощрение. Обязательно надо поощрять, чтобы собака уже в следующий раз знала. Так, айка, сидеть, лежать. А чем вот вы ее подкармливаете? Что-то вкусненькое, да? Это мясо, сухой корм. Сухой корм, да? Ну, они вообще на самом деле как бы сложно поддаются дрессировке. Они сами себе как бы, как сказать-то, у них себе на уме собаки, да? Поэтому... Со своим характером. Да, со своим характером. Если им хочется, они это сделают. А если им не хочется, они этого не сделают. Свои нурамные, да? Да. А вот когда они вырастут, какие они будут примерно? Ну, они чуть больше, ну, где-то вот такие, ну, как размером, ну... Как с крупной собакой. Да, да. А сколько весят? Ну, где-то в среднем 40 килограмм. 40-50, да. Как я, да? Как зиму они переживают, якутика наша? Зиму вообще отлично переживают. Нужно ли как-то одевать, вот, чтобы выгуливать в 40 градусов? Нет. Надобности такого нет вообще. Потому что шерсть очень хорошая, да? Подходит для наших суровых своих. В принципе, проблем нет. Что ж, огромное спасибо девушке за нашу совместную прогулку. Дорогие друзья, заводите акт. Не бойтесь, что вы живете в квартире. Ну, несмотря на непогоду за окном, больше всего, конечно, что хочется сделать, это сидеть дома и никуда не выходить. Но мы настаиваем прогуляться вместе с нами на свежем воздухе и даже немножко перекусить. И прямо сейчас я с удовольствием попью чай в ресторане «Чаплин Клаб» вместе с его владельцем Юрием Кошелевым и управляющим ресторана Александром Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Юрий, конечно, первый вопрос к вам. Почему вы ваш ресторан решили назвать именно так? Подарить имя известного государства актера? «Чаплин». Ну, у нас как бы в свое время была сеть магазинов «Чаплин» по городу. Имя к нам привязалось к нашей семье. Вы не стали, да, изменять? Да, семейные бизнесы мы как бы не стали изменять. Удача и фортуна шла по этому имени. И когда был семейный совет, когда уже клуб построили, дочь с сыном предложили, папа, мама, почему бы нам не продолжить? Ну, дети взрослые, и все, пошло. Так и осталось название «Чаплин». А чем отличается это заведение от других в нашем городе? Может быть, кухня какая-то своеобразная, интересная? Ну, естественно, кухня отличается. И дизайнер. Шикарнейший, мягкий, уютный дизайнер. Все гости, знакомые, когда приходят, все говорят, что, конечно, в вашем заведении уютно себя чувствуешь как дома. В домашней обстановке. Не хочется уходить, да? Да, нету какого-то напряжения. И после рабочего дня можно прийти и расслабиться. Да, мы работаем качественно, охрана у нас хорошо работает. У нас нету каких-либо там нюансов, чтобы обидно что-то было, плохо что-то было. Человек себя чувствует как дома. Хочу добавить еще немного. Значит, мы открывались сначала в одной концепции. Это было два в одном. Это был и диско-клуб, и караоке-зал. Но потом по просьбе наших гостей, по просьбе наших постоянных гостей, мы все-таки переделали, Юрий Леонидович предложил, и мы переделали на два зала, разделили. Чем мы еще отличаемся? Мы используем только профессиональное оборудование для караоке. То есть мы можем петь не только на... В нашем клубе можно петь не только на домашнем уровне, но и на профессиональном. К нам очень много приходит певцов наших местных, которые и пробуют себя, и пробы мы проводим, и запись они делают. То есть в нашем клубе они много проводят времени для записи своей, как пробной записи. А кухня какая? Вот сейчас нам предложили вкусный наверняка фруктовый чай, да? Можно попробовать? Конечно, немного я скажу вам про кухню. Кухня у нас преимущественно европейская. Но так как мы сами, наши корни тянутся из СССР, то у нас есть украинская кухня. Ну, конечно же, и в первую очередь у нас мы специализируемся на местной нашей северной кухне, якутской кухне. А еще я слышала буквально совсем недавно в Инстаграме появилась такая реклама, что в вашем ресторане Чаплин Клав по четвергам проводится дегустация. Да, именно так. Саму концепцию, саму идею, эту креативную идею подал нам Юрий Леонидович. Мы ее поддержали. И вот буквально в прошлый четверг, в прошлый четверг мы проводили... Стартовала акция. Да, стартовала акция. Это значит, мы дегустируем бесплатно, абсолютно бесплатно. Мы проводим дегустацию мясных блюд. Мясные блюда готовит наш шеф-повар, из нашего меню берет. Будь то якутская кухня, или будь то европейская кухня, украинская, без разницы. Ну, связано с тем, чтобы человек пришел, попробовал, стоит ли покупать или не стоит. А мясо, причем местного производителя, да? Мясо, да. Мы давно уже, мы партнеры давно уже с Хатарским свинокомплексом, да. И они нам по этой акции выделяют мясо. Мы приезжаем, берем парное мясо только высшего качества. Очень хорошее мясо Хатарского. Тем более мы поддерживаем местного производителя. Что ж, а как именно проходит эта акция, мы можем узнать прямо сейчас из нашего следующего сюжета. Посмотрим. Эффектное появление шеф-повара Антона Бутенко для гостей Чаплина стало большой неожиданностью. Новая еженедельная акция – дегустация с приготовлением кулинарных шедевров прямо на глазах гостей, но введение клуба. Этот необычный маркетинговый ход направлен не только, чтобы привлечь клиентов, но и таким образом заведение поддерживает местного производителя. Хатарский свинокомплекс – это наши партнеры, и мы рады, что у нас есть возможность предоставлять такое шоу нашим гостям. Для многих гостей дегустация стала приятным сюрпризом. Мне очень понравилось шоу, очень было эффектно, с огнем, очень интересно, конечно. Впервые в городе у нас Якутске увидела такое в Чаплине. Оказывается, каждый четверг будет такое шоу, я бы всем посоветовал, приходите, это очень вкусно. Смотрите, какая большая порция. Я очень удивлена, что у нас в городе наконец-то есть такие места, где можно посмотреть, как это все делается, и сам шеф-повар делает это блюдо. Дегустация теперь будет еженедельная. Отрадно, что местные предприниматели поддерживают местных производителей, при этом делая праздник для горожан. Замечательная акция. Скажите, пожалуйста, какие еще предложения дополнительно может предложить ваш ресторан нашим гостям, вашим гостям? Ну, у нас, во-первых, подход к каждому гостю, к нашему гостю индивидуально. Каждый гость найдет у нас очень много всевозможных акций, всевозможных скидочных программ, бонусных карт, которые у нас есть в клубе. И каждый гость найдет для себя любые предложения, то есть, соответственно, индивидуально, так же и корпоративно. Мы очень много проводим корпоративов. У нас, кроме двух залов, еще есть банкетные залы от 8 до 25 человек. Самое главное, когда банкеты проходят, мы к каждому клиенту подходим персонально. И любой наш гость, мусульманин, якут, украинец, русский, может заказать свои блюда персонально. Наши повара делают просто персональное блюдо. Все универсальное. То есть, допустим, не для одной компании только европейскую кухню? Да, вот я, допустим, хочу якутскую, а мой сосед европейский. Пожалуйста, в любом случае мы сделаем качественное блюдо по вашему усмотрению. Я знаю, что у вас в клубе два этажа, да? Чем они друг от друга отличаются? Что вот находится на первом, что на втором? Первый этаж, второй этаж, вернее, три этажа, получается. Первый этаж вход, второй этаж у нас танцполбар. Мы переделали, потому что, ну, долго было ждать песню, чтобы там 27 столов пробежало, это очень долго будет. Мы сделали караоке на третьем этаже. Очень уютные караоке. И песенки быстро пробегают, и весело и уютно. А детское меню есть у вас, меня вот спрашивают? Детское меню тоже по предзаказу. Мы его не держим постоянно стабильно, но по предзаказу мы делаем все. И давайте напомним нашим телезрителям по четвергам во сколько можно подойти на вашу дегустацию. В какое время? Дегустация начинается с 20-30, проводится она, ну, в пределах, там, в зависимости от дошелки самого блюда. Вот прошлый четверг, например, была корейка сырная. Мы готовили, которая маринуется в зелени, подается уже на углях, на специальном подносе, обращается все наши гости. И с 20-30 приблизительно до 22 часов. До 10 вечера. Да, до 10 вечера у нас уже до акции. Летний отпуск – это мечта, которая греет нашу душу целый год. Но, внимание, вопрос, что же лучше – бронировать отель заранее или искать жилье на месте? И на этот вопрос лучше всего нам ответит Алена Ефремова, менеджер турфирмы «Альфа Тревел». Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Итак, давайте сразу ответим на этот вопрос, а что лучше – вот заранее все бронировать, да, или приехать дикарем и искать на месте? Сезон причем? Ага, бронировать, конечно, заранее, потому что сезон обычно бывает очень большой наплыв туристов, и, возможно, такое может случиться, да, что места даже и не будет. Мы останемся без жилья. Вы останетесь без жилья, потому что, в основном, случается так, что люди выбирают какой-то конкретный отель, да, по отзывам, да, и там, может быть, не быть мест. А за какое время лучше всего тогда бронировать? Лучше, конечно, ну, вообще у нас заранее бронируют, даже за полгода бронируют, да, но за месяц, за три недели хотя бы лучше бронировать. Как можно сэкономить вот на поездке, на путевке? Вот, опять же, наверное, заранее, да, все это делать? Ну, сэкономить как можно? Допустим, можете поехать не в сезон, потому что в сезон обязательно цены повышаются, да, можно, допустим, отказаться от каких-то дополнительных услуг, может быть, там, только завтрак, чтобы был включен, да, ну, вот, как, все равно какие-то, вот, убирать какие-то услуги, да, вот, может быть, так. А какие направления будут актуальны нынче летом? Ну, актуально у нас, опять же, у нас очень популярно Вьетнам, Таиланд, потому что... Пойдемте к нашей карте, да, и мы еще раз напомним нашим телезрителям, где у нас находится Таиланд. Таиланд у нас находится, вот он, правда, что, Вьетнам, да, сразу рядышком Вьетнам. А будут ли чартеры, кстати, нынче летом в эти страны? Чартеры есть, конечно, в Таиланд, во Вьетнам. Когда они откроются? С какого числа? Так, с конца мая уже открываются, с 31 мая. То есть сейчас уже можно бронировать, покупать путевки на чартеры именно в эти страны, да? Да, да, конечно. А Таиланд это куда, вот, Паттайя, да, или на Пхукет? Да, ну, смотря как, кто хочет быть, может быть, ближе к морю, ближе к такой островной, выбирает Пхукет, конечно. А вот, ну, смотря вот, человек, который уже побывал где-то конкретно, да, он едет туда, допустим, я хочу в Паттайю, допустим, кто-то и будет конкретно. Ну, например, немногие наши телезрители могут себе позволить, да, поездку за границу. А вот какой город России вы можете порекомендовать, чтобы тоже хорошо и с удовольствием от души отдохнуть? Ну, можно съездить, допустим, на Байкал, очень прекрасное, прекрасное озеро, знаете, да, пресное. В Иркутск, через Иркутск полетят, ага. Наверное, на Алтай, да? Ага, можно на Алтай. Ну, и, несомненно, являются лидерами продаж у нас Краснодарский край, это вот Анапа, Сочи. Ага, то есть, в принципе, там можно прекрасно отдохнуть. Да, санаторно-курортный, ну, вот так вот. Алена, а можно ли у вас приобрести путевку в кредит? Мы можем предоставить рассрочку. На какое время? Это мы уже обговариваем в офисе. Индивидуально? Индивидуально подбираем и прислушаемся к желаниям, пожеланиям клиента, и с ним уже договариваемся. А если не говорить о кредите, допустим, придет пенсионер или студент, или многодетная там семья, вот какие-то вот для них акции, льготы, или вообще вот акции, льготы для горожан какие-то вы устраиваете? Для постоянных клиентов, конечно, у нас есть скидки и различные акции. Ну, что ж, огромное спасибо вам, Алена, за познавательную и подробную беседу. Я думаю, что многие наши телезрители заинтересовались и обязательно правильно и грамотно составить свой отпуск. Имейте в виду, что, вот как Алена говорит, планировать свой отпуск нужно заранее, уже сейчас. Бегите Альфа Тревел и приобретайте в путевке. Либо в нашей стране отдохнуть можно, либо, как уже говорилось, Таиланд или Вьетнам. Спасибо, Алена. Но, дорогие друзья, я хочу напомнить, что отпуск можно провести не обязательно в Таиланде или во Вьетнаме. Можно поехать на другое море, например, на море Лаптево. Это находится в Тикси, кто не помнит. Или же отправиться куда-нибудь поближе, например, в Аймекон, где стартовал проект Екатерины Карпухиной «Отмороженный». Катерина и Джулстан у нас сейчас в студии, у Костры Агревица. Скажите, пожалуйста, Джулстан, Катерина, правда ли то, что путешествие в Якутии так же интересно и познавательно, как и за границей? Всем добрый день. Как ты считаешь? Да. Конечно же, да? Это не просто познавательно. Ты как будто открываешь другую планету. Мы здесь... Ну, кто-то родился, кто-то приехал, да? Но мы здесь живем, мы это все видим каждый день. И нам кажется, что здесь нет ничего интересного. У вас замылился? Вообще замылился. Стоит только буквально шагнуть за паром дома в каком-то... Усть-Алданский район. Великолепный заповедник Музея Дружба. Это так рядом, это настолько интересно, настолько ты узнаешь свою культуру, свою историю. Ты совсем по-другому начинаешь смотреть на жизнь. То есть я скажу, что путешествовать по Якутии – это просто необходимо, чтобы понять себя даже лучше. Ну, давайте я предлагаю принять, не принять, а попутешествовать по Якутии прямо сейчас. Смотрим сюжет, фрагмент из проекта «Отмороженый». Ну что, наконец-то мы добрались до Арктики. Привет, белые мишки! Здравствуй, Булунский район! На краю земли, на морском побережье, рядом с ледовитым океаном, расположился самый северный поселок Якутии – Тикси. Это место, где три месяца в году не восходит солнце. Где сильнейшие метели заметают улицы на несколько метров вверх. Где нет ни единого дерева. А люди передвигаются по району на снегоходах и лыжах. Земля первопроходцев, военных и, конечно, смельчаков не оставит равнодушным никого. Булунский район – это место для тех, кто любит простор и не боится трудностей. Катерина, как я уже говорила, ваш проект «Отмороженый» стартовал в Амиконе, где вы лично попытались проверить температуру в незамерзающей реке Куйдусун. Как вы это сделали? Мне вот сейчас даже вспомнить очень холодно. Хочется прямо погреться вокруг вашего костра. Вы пошли в воду, да? Это было минус 46, если я не ошибаюсь. Причем местные нам что говорили? Не ходите. В Амикон пришла весна, минус 46, вам так повезло, да. Нам очень часто говорят, что мы фортовые, как бы не сглазить. И мы подумали, ну почему бы не рискнуть? Раз весна. Да, раз весна, раз тут, понимаешь ли, Амикон, север, кто еще искупается в таком горячем источнике. Ну и буквально вот... А, горячий источник, да? Ну как горячий? Он же не замерзает, но он не горячий, конечно. Нам сказали, что там есть горячие источники, но мы до них не добрались. В общем, сколько температуры, неизвестно, но было очень холодно, прям мороз до костей. Это вот действительно так. Причем мне это повезло. Я там была секунд 10-15, пока была в кадре, а вот Джон Устан. А Джон Устан? Вы тоже, да? Я был настолько увлечен, наверное, с темками, что я не замечаю. А, вы тоже были в этот момент в воде, да? Да, конечно. А, ну конечно. Вот я стою, да, а он стоит там, он туда зашел, он снимал, как я там еще раздеваюсь, что-то говорю, какие-то слова там повторяю, что-то, стендап, захожу, опять снова мои эмоции, я потом ухожу, и после этого он еще снимает, как я убегаю, после этого он снимает там водную гладь, птички, понимаешь ли. Вы неотверженные, вы самоотверженные. А в скольких улосах вы уже побывали? Так, мы уже побывали в шести улосах Якутии. То есть стартовали мы с Эмиконом, были в Еринге, в Хангаласах. Вот недавно вернулись из Булунского района, как раз вы смотрели видеоролик. Усталдан? Усталдан, да, Усталдан. Ленск, да. Ну вот шесть районов, в принципе, наша задача, наша планка побывать во всех районах. Мы охватим охватить всю территорию Якутии где-то года два-три, надеюсь, у нас на это уйдет. Надеюсь, что здоровье не пострадает, потому что я не хочу больше так рисковать. И своим здоровьем не пострадает. А какой район больше всего понравился? Куда вы рекомендуете нам отправиться в отпуск? Ну, наверное, сейчас я бы сказала Булунский район, потому что мне... Я всегда мечтала там побывать, честно скажу. Для меня это был какой-то, знаете, такой уголок романтический, где вот в юг за окном ты сидишь с книжкой, да, читаешь, можешь пойти там белого мишку увидеть. Ну, это так, знаете, конечно, совсем далеко всё от реальности. Там очень тяжело на самом деле жить, но очень интересно вот эта вот рыбалка, которую мы попробовали. То есть для меня, наверное, Булунский район по отдалённости и по массе впечатлений на первом месте. А для меня, наверное, не рингвинский больше, потому что, ну, я смотрю через камеру в основном, и поэтому из города в тундру, из тундры в город, это... Ну, слава богу, что не рингвинский, это чуть поближе, чем тикси. И слава богу, там есть горячие источники. Да, кстати. Вот я когда смотрела, готовилась к сегодняшнему эфиру, посмотрела фрагменты, у меня создалось впечатление, что есть какое-то напоминание на вот знаменитого «Орла и решку», да? Даете ли вы какие-нибудь советы, рекомендации, информацию вообще, сколько стоит проезд, жильё, еда и так далее? Да, у нас была такая информация. В прошлом году проект выходил в рамках Сахамедии, и у нас был целый мультимедийный путеводитель, который мы составляли. То есть вы не просто можете посмотреть программу, можете зайти на сайт, посмотреть маршрут frozen.se.ru, домен действует до сих пор. Сейчас у нас произошёл ребрендинг, уже в рамках ГУП ТЦТР мы выпускаем наш проект, и мы ориентируемся уже сейчас больше на телевидение. То есть на нашем YouTube-канале официальном вы можете посмотреть все видеоролики, и плюс заходить уже, наверное, на блогерские платформы, и там я лично высчитываю эти маршруты. То есть я описываю, сколько денег мы потратили, и вообще, где можно найти эти гостиницы. Вся полезная информация, телефоны, достопримечательности и так далее. Я ещё слышала, что этот проект был номинирован на журналистскую премию «Смиротворец». Вот чем дело-то закончилось? Да, очень такая интересная ситуация. Я сижу в своём кабинете, мне пишет коллега, «А ты знаешь, что ты номинирована на «Смиротворец?»» Мы такие, «А как мы вообще туда попали?» На самом деле, мы были номинированы, но мы вошли, я уже не помню, в шорт-лист лучших проектов по России. Но награждение уже, когда мы вообще узнали об этом проекте, награждение уже прошло. То есть, по сути, там было онлайн-голосование, в котором мы даже не могли уже принять участие, это как узнали позже. И ваши планы, вот куда вы отправитесь прямо сейчас в нашей студии? Какой УЛУС, какой район? С вашей студией мы вот прям возьмём и отправимся. Домой, да, пока? Домой, да. Нет, у нас очень хорошие планы на окончание весны. Мы планируем побывать в горном районе, в Мирном. Куда мы ещё хотим? Кунамский район. Да, в общем, в принципе, у нас столько районов сейчас в Якутии, да, что... Ну да, куда угодно. Что ж, огромное спасибо вам за познавательные и интересные беседы. Удачи вам в вашем новом проекте «Отмороженный». Дорогие друзья, за всем я с вами прощаюсь с вами, с моими коллегами. Вы встретитесь завтра в том же месте, в тот же час. И не забудьте наш адрес – проспект Весна. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok